МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На его рабочем столе ничего лишнего. Свежая газета, блокнот, телефон и два ноутбука с графиками котировок. Через руки финансиста Гедемина Сарасимавичуса проходят сделки на миллиарды долларов. Он настоящий профессионал. На этом рынке работает с 2005 года. В Барселону Гедеминас приехал на крупнейшую в мире конференцию по секьюритизации. Термин означает финансирование активов при помощи ценных бумаг. Больше 3,5 тысяч успешных финансистов внимательно следят за переменами на рынке ипотечных ценных бумаг. Опытный инвестор постоянно держит руку на пульсе. Какие бумаги принесут наибольшую доходность, а какие можно назвать всего лишь тихой гаванью. Но вот есть актив, который, как правило, постоянно растет в цене. Именно поэтому ипотечные ценные бумаги так полюбились игрокам на рынке. Россия привезла в Барселону новый финансовый продукт – фабрику ипотечных ценных бумаг. И к ней зарубежный бизнес уже начинает проявлять интерес. Вы и ЖК надеются, что спрос будет не меньше, чем на российские гособлигации, которыми иностранцы владеют на треть. Мы считаем, что спрос будет велик. Спрос будет велик, как и на любые другие российские активы. Иностранные инвесторы много заработали, вложившись в Россию в последние годы. Это дает им комфорт, это дает им уверенность в том, что их сбережения не будут потеряны, но что они смогут быть приумножены. В рамках фабрики выпускаются облигации под залог уже выданного жилищного займа. А затем эти бумаги могут продаваться на открытом рынке. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы получать ликвидный инструмент. А ликвидный инструмент – это инструмент от 5-10 миллиардов рублей. А ликвидность – это тот фактор, который ценится инвесторами. Это возможность всегда купить и продать бумагу. Большим игрокам нужен большой улов, рассказывает Росимавичус. Бизнес охотится за крупными выпусками ипотечных ценных бумаг, но и не забывает оценивать риски. Инвесторам важно видеть, что эти бумаги активно торгуются, для начала на российском рынке. Чтобы бизнес доверился продукту, который предлагает АИЖК, придется потратить время и силы. Именно поэтому так важно объяснять потенциальным покупателям, что это за ценные бумаги и какие у них преимущества. В России фабрика ИЦБ уже, что называется, стоит на рельсах. В конце мая заключена сделка с крупнейшим госбанком страны – Сбербанком. И сразу на 50 миллиардов рублей. А в течение года АИЖК подпишет договоров еще на 100 миллиардов с другими крупными структурами. Судьба экономического роста в руках инвестиционного климата. Потому что мы сегодня с вами уже обсуждали потенциал роста внутреннего спроса не очень велик. Нам нужны инвестиции. Инвестиции приходят туда, где им комфортно, где есть потенциал, высокий потенциал их реализации, быстрой реализации, небюрократичной реализации и, конечно, потенциал высокой доходности. Это все нужно создавать. В Барселоне потенциальные покупатели российских ипотечных облигаций оценили их новое и, пожалуй, самое ощутимое преимущество – надежность. Во-первых, бумаги выпускаются только под ипотеку с первоначальным взносом не меньше 20%. Во-вторых, доля просроченных жилищных займов в России сегодня крайне мала – лишь 2,5%. И в-третьих, выдача ипотеки бьет рекорды. А значит, у рынка есть перспективы. Сама концепция выглядит неплохо, и если все будет сделано правильно, то инструмент найдет отклику инвесторов. Знаете, в 1917-м стоило бы продавать российские бумаги и покупать американские, а в 2017-м нужно наоборот – продавать американские и покупать российские. Я категорически не согласен, что Россия – плохое место для инвестирования. Если посмотреть на минувший год, то мы видим значительные перемены. Хорошо показывает себя не только энергетический сектор, но и остальные сегменты экономики. За несколько лет АИЖК совместно с Банком России и профильными министерствами проделали огромную работу. Раньше схема секьюритизации занимала у банка около года. Для каждого выпуска надо было создавать отдельную компанию и регистрировать программу ценных бумаг в Центральном банке. Теперь на подготовку сделки требуется всего пару месяцев. Раньше каждый выпуск требовал создания отдельного ипотечного агента, отдельного юридического лица, который выпускает облигации. Ну, соответственно, помня о том, как долго регистрируются юридические лица в Российской Федерации, это занимало несколько месяцев само по себе. Теперь не нужно делать много юридических лиц, с которых выпускаются ипотечные ценные бумаги. Оно есть одно, есть ипотечный агент АИЖК, который выполномочен, в принципе, выпускать все выпуски, которые проходят через АИЖК. В прошлом году иностранный бизнес в России стал наращивать вложения. По данным Эрнстен Янг, Россия вошла в семерку самых привлекательных стран Европы. Гедеминос Росимавичус, между тем, напоминает новый финансовый инструмент, выгоднее даже облигаций федерального займа, где доходность тоже немаленькая, почти 9%. Иностранные инвесторы пока не активно покупают российские корпоративные локальные облигации, предпочитают бумаги, выпущенные в международном формате. Однако российский формат не мешает им покупать облигации федерального займа и акции российских эмитентов. Если АИЖК предложит интересный продукт с привлекательной доходностью, это препятствие можно будет преодолеть. Надежный финансовый инструмент – это способ сохранить и приумножить капитал. Но в нашем случае в плюсе останутся не только инвесторы. Когда российские ипотечные облигации наберут популярность за рубежом, выгоду получат и банки, у которых появятся дополнительные ресурсы, и граждане, для которых апотека станет дешевле. КОНЕЦ